Всем привет-привет! На этой неделе я тоже решила сделать расклады в таком формате. Думаю, это вас не будет напрягать. Итак, тема сегодняшнего расклада. Что надо знать и уметь, чтобы адаптироваться в наше время? Я взяла здесь метаворические карты, с которыми думаю поработать, и колода Таро Шаманов. Пока я подготавливаю колоды, я хочу вам сказать, чтобы вы не пропускали в пятницу в разделе «Сообщество» приглашение на близконсультации. Приходите, периодически, раз в месяц я делаю близконсультации на свободные темы. Вы можете прийти со своими вопросами. Для чего я это делаю? Для того, чтобы у многих из вас, например, нет возможности оплачивать консультацию 30-минутную, либо часовую. Но при этом есть какие-то вопросы. Вот когда такой свободный день, и вы можете задать два, либо три вопроса, в зависимости от того, как я обозначиваю именно свои, у вас есть возможность за 10 минут услышать ответ на эти вопросы. Да, это не будет полная консультация, я не буду глубоко копать, но как минимум вы сможете получить ответ на наболевший для вас вопрос. Для этого, в принципе, и делаются близконсультации, чтобы они были доступными, с одной стороны, по финансам, а с другой стороны, чтобы вы могли найти ответы на свои вопросы. Вот. Ну и хочу также уточнить, что если я делаю близконсультации на какие-то конкретные вопросы, говорю, что вот вопросы будут вот такие, не надо мне, пожалуйста, писать о том, что а можно еще вот это добавить, а можно вот это исправить. То есть когда я говорю, что можно, я об этом пишу. Если я ничего не пишу и говорю, что вот есть вот раз, два, три вот эти вопросы интересуют, приходите, то вот как раз и на эти вопросы приходите. Когда свободный день, задавайте любые свои вопросы, потому что получается, знаете, так не очень-то и корректно, да, то есть я обозначиваю три вопроса, вы приходите как бы на, чтобы получить ответ на эти три вопроса, заданные мной, да, и при этом начинаете со мной торговаться, а можно еще вот это, а можете еще и вот это. Представьте, у меня 10 минут, вы за 10 минут хотите на 5, на 8, на 10 вопросов получить ответ. Что вам мешает тогда заказать консультацию и получить подробный ответ? То есть я физически не смогу за 10 минут вам ответить на вопрос. Ну, то есть немножечко адекватности, логику свою тоже, пожалуйста, включайте, и не надо со мной торговаться. Я не люблю, когда, знаете, людям относятся пренебрежительно к другим людям, используя манипуляцию. То есть это очень, мне кажется, на мой взгляд, нечестно, когда ты хочешь получить то, что тебе хочется. Я это могу, конечно же, понять, да, у тебя есть желание, но при этом за мой счет. То есть это несправедливое взаимодействие, да, то есть все должно быть на ранок. Ты мне, я тебе, я тебе ответы, ты мне, там, значит, какую-то конкретную оплату. Если там, например, начинаем говорить, что я не хочу вот эти вопросы, а можно вот я на это, ну, здесь получается манипуляция. То есть вы хотите получить то, что вы хотите, любой ценой, и не обращайте внимания на те условия, которые ставлю я. То есть если я их ставлю, вот, у меня есть какие-то определенные соображения. И я очень, понимаете, дело в том, что, ладно, если бы я была в какой-нибудь другой профессии, и, ну, не была бы эмпатичным человеком, я бы еще как-то вот на это бы закрыла глаза. Но дело в том, что я чувствую вот эту вот энергию, знаете, я хочу получить, мне это надо. Я понимаю, безусловно, что вы не хотите меня обидеть, да, но вот это вот, она такая липкая, вот эта вот противная такая энергия, когда человек хочет что-то получить, и вот он начинает манипулировать. И у меня такое ощущение, что, вы знаете, я дико боюсь змей. Вот у меня такое ощущение, что вот какие-то большие змей, как питоны, начинают по мне ползать. И мне это так энергетически неприятно. Для чего я вам это говорю? Чтобы вы понимали, что люди абсолютно разные бывают, да, и если что-то для вас нормально, например, в контексте, ну, я скажу, а вдруг получится. Ну, не получится, ничего тут и такого особенного нет. Для вас, может быть, это и не особенно. Но для меня, исходя из моих способностей и моей эмпатии, я это ощущаю энергетически очень противно. Оно как липкое. То есть мне потом очень дискомфортно. Плюс ко всему мне неприятно говорить человеку, что, блин, я же вижу твои манипуляции. Ну, то есть не надо считать другого человека за дурака. Безусловно, нет ни у кого таких намерений. Но бессознательное, оно работает так. А поскольку я работаю с бессознательным, я это считываю. И это очень удивительно, как это все работает на самом деле. Просто хотела такую картинку прояснить, да, не только со мной, а вообще при взаимодействии с другими людьми. Если вы на это не обращали внимания, просто рекомендую обратить внимание, даже по отношению к вам. И особенно, если у вас есть, например, маленькие дети, и вы им отказываете в чем-то, да, ну вот они у вас что-то просят, а вы им отказываете, понаблюдайте за тем, как они начинают изворачиваться и придумывать разные ловки для того, чтобы получить то, что они хотят. Обратите на это внимание и обратите внимание на то, как вы будете внутри себя ощущать. Безусловно, это ваш ребенок, вы его любите, и это будет казаться так мило. Но если бы это был какой-то другой человек, вот эта вот энергия, она липкая, она неприятная, она такая, знаете, металлическая, серо-металлическая и такая вот скользкая, скользкая, знаете, неприятная. Вот, ладно, я извиняюсь, если я кого-то сейчас как-то задела, ранила, у меня не было такой цели, я просто всегда стараюсь доносить то, что я ощущаю, да, чтобы вам было понятно, как со мной взаимодействовать. А вообще любые честные отношения, вот прям они приветствуются. Так, позиции вы видите перед собой, голубой, красной и зеленый камешек. Как обычно, мы будем использовать две колоды метафорические про тебя, это женская колода, и это все о нем мужская колода, и колода Таро Шаманов. Сегодня я хочу поработать с энергиями души, вот, и поэтому взяла эту колоду. Итак, смотрим, что надо знать и уметь, чтобы адаптироваться в наше время. Вот, какими навыками, да, знаниями и навыками нужно обладать. Итак, позиция номер один, голубенький камешек, мы сразу с вами приступаем. Итак, какими навыками надо владеть единички и знаниями, чтобы адаптироваться в наше время? Ну вот, прекрасно, смотрите, это Аркан Луны, а это Десятка Кристаллов. О чем говорят эти Арканы? Ну, во-первых, да, Луна, нужно научиться отвечать, где есть иллюзия, а где есть реальность. То есть, проще говоря, кто есть кто. Да, здесь мы видим изображение главного героя, который держит бубен, и девушку, да, которая вот выходит из воды. И вода всегда идет здесь, ассоциация состояния души. И при этом, как в традиции, да, есть две колонны, и здесь мы тоже видим духов, да, духов женского пола. Одно и другое. То есть, уметь делать выбор, отличать, что есть что. Что есть реальность, а что есть иллюзия. Поэтому первый навык, который мы должны обладать, это уметь видеть суть вещей. Я бы так сказала. То есть, понимать, кто есть друг, а кто есть недруг. Кто хочет вам добра, а кто хочет зла. То есть, либо ситуация, где есть какая-то надуманная, либо где есть какая-то настоящая. Здесь нужно научиться не очаровываться, да, то есть слушать именно себя, свой внутренний голос, да. Потому что вот здесь как будто бы очень много сирин в вашем окружении, которые вам могут петь очень красиво для того, чтобы каким-то образом вами потом обладать. Да, такое ощущение, что это вот прям как продолжение моего вступления в начале расклада. Безусловно, Луна у нас всегда говорит про интуицию, всегда говорит про мягкость, про гибкость. Здесь не идет речь про, знаете, изворотливость, а про умение обходить какие-то острые углы. Я бы так сказала. И умение считывать какие-то знаки, умение работать с бессознательным. Вот такое ощущение, что вы как будто бы в этот мир пришли для того, чтобы… Я вот вижу, вы одеваете какие-то очки. Причем, когда вы носите очки, да, вы видите как будто бы некую такую иллюзию вокруг себя, да. То есть там, я не знаю, люди куда-то торопятся, спешат, работают, что-то делают. Вот. А потом поднимаете эти очки, и вы видите настоящую суть людей, да. Здесь вы видите светящиеся какие-то, души проходят, да. Поодаль, там, я не знаю, люди с потухшей какой-то аурой, да. Люди болеют. Здесь, например, еще что-то происходит. Вот. Причем на энергетическом уровне, да. Вот здесь как будто бы вы, когда одеваете очки, вы, ваша душа, она как будто бы понимает, что да, я нахожусь материально в мире. А как только вы снимаете очки, вы как будто бы видите энергетический план. И вот вам как раз-таки для того, чтобы понять, как вам жить с очками в этом физическом плане, да, надо периодически их снимать. Для того, чтобы видеть вот именно суть вещей, вот эту вот энергетику тонкого плана того, что нас окружает. Это один из навыков и умений. Второй для того, чтобы адаптироваться. Это десятка кристаллов. Десятка кристаллов. Мы видим здесь женщину, да, которая бережно так создала некий такой купол энергетический. И вокруг цветка бережно, да, то есть здесь речь идет о матери земли. Не случайно здесь земля нарисована. О матери земли, которая с одной стороны оберегает, а с другой стороны она передает свои знания, свое наследие. То есть вам для того, чтобы адаптироваться в этом времени, да, с одной стороны надо как-то заботиться, да, то есть выражать эти энергии, заботы, но, скорее всего, не о людях, а о мире. То есть взаимодействовать, да, чтобы была связь. Луна тоже про это говорит, про связь с миром. А с другой стороны, если мы говорим про знания, знания передачи информации, да, но делать вот это вот вам нужно как-то вот мягко, знаете, вот как мать, как заботливая мать. Где-то возможность нисходительно, на что-то закрывать глаза, где-то наоборот необходима какая-то встряска, да. Вот так, как мы воспитываем детей, где-то, может быть, оберегаем от чего, где-то наоборот провоцируем для того, чтобы человек окреп, создаем ему какие-то трудности, сложности. Этот аркан говорит о том, что навык, который вам необходим, это как раз-таки умение передавать богатство и наследие предков, если, ну, так можно сказать, да. То есть здесь главное, ключевое слово — это вот наполненность, причем передавать знания о мире, о любви, о гармонии, о состоянии души. Почему? Потому что вы это умеете делать, да. Вот у нас здесь говорят о том, что у вас есть предпосылки к этому, у вас есть, и даже если не хватает каких-то знаний, у вас есть интуитивные знания в этом направлении. Смотрим еще, что вам нужно знать, уметь, да, чтобы адаптироваться в наше время. Не знаю, насколько видно здесь будет. Здесь как будто бы, знаете, так очень интересно, нужно научиться отличать прошлое от будущего. Причем будущего, будущего как такового здесь нет, да, здесь присутствует прошлое, но будущего нет, потому что вот от дерева небольшое расстояние. И нужно все время как будто бы стремиться вот в это будущее. Здесь смотрите, как интересно изображен дракон. Не знаю, насколько его видно. Вот между из-за облаков, да, он такой же огненный. Здесь мы видим оленя как символы чистоты, и вот как будто бы яркие, бурные какие-то краски, которые находятся в прошлом, да, а в будущем оно как будто бы не прояснено. То есть вот здесь акцент опять-таки идет на прошлое. Драконы всегда идут как символ силы. То, что, в принципе, здесь было и запечатлено в десятке кристаллов, да. И здесь еще, кстати, даже птица изображена на дереве. Дерево – это вот символ нашей жизни, передача, да. Но здесь вот как-то вот мне идет то, что вы все время должны быть доцелены как-то на будущее. А вот на какое именно будущее? То есть здесь вам нужно передавать, передавать, передавать. На какое будущее? На будущее. Здесь как-то, знаете, вот именно работа с бессознательным идет. Почему? Потому что смотрите, как интересно пересекается. Здесь, условно говоря, темная комната, да. И казалось бы, что иллюзия создается, что это звездочки, да, на небе. Но как только мужчина открыл двери и пролился свет, мы увидели, что здесь вот эти вот рыбы. Здесь рыбы какие-то большие, огромные изображены. Как это? Мурены, да, называется, если я не ошибаюсь. И у них горящие глаза. И вот эти вот горящие глаза, они как раз-таки создают иллюзорность вот этих звезд. То есть вам как будто бы нужно будет все время в будущем научить, то что я говорю, да, опять-таки, разделять, где есть реальность, а где здесь иллюзия. И это вы сможете только тогда, когда открывается эта дверь, то есть когда проливается свет. И вот, скорее всего, вот ваша задача, да, как роль, я не знаю, может быть, это профессия, может быть, вообще как цель вашей жизни, открывать все время дверь в дверь в ваше бессознательное и проливать свет. На то, что является иллюзорным. Вот для этого вам дана как будто бы энергия. Так, смотрим еще и на этой колоте, да, что вам нужно знать уметь, чтобы адаптироваться в наше время. Да, вот видите, здесь опять-таки забота изображена. То есть девочка подает руку мальчику, да, спасаясь, чтобы он не упал. И здесь у нас сова, как олицетворение мудрости знаний, да, тоже опять-таки дерево, как символ нашей жизни. То есть уметь подавать руку помощи действительно тем людям, которые нуждаются, да. Но в каком плане? В виде знаний, в виде впередачи. То есть не делать что-то за них, да, не спасать их, а передавать знания, например. То есть не корми человека, а дать ему удочку и научить его самостоятельно ловить рыбу, да, чтобы вот была большая польза. Что еще надо уметь и знать? Поддерживать. Вот вам именно как... У меня такое ощущение, что здесь как будто бы миссия, да, здесь показана вам в наше время, да. То есть не то, чтобы знать и уметь, да, чтобы адаптироваться в этом времени. А здесь как будто бы ваша... Вы как маяк мне идете по энергиям здесь, да. Вот ваша как будто бы миссия, задача – это поддерживать людей. Поддерживать людей в их мечтах, в их желаниях. Вселять в них надежду для того, чтобы вот они как-то дальше двигались, что ли. То есть ваша рука помощи как таковая, она не связана с тем, что что-то сделать, еще раз скажу, за другого человека. А здесь, скорее всего, знаете, помочь человеку поверить в самого себя. Каким образом? Показать ему его слабые места, его иллюзии какие-то, да, указать, где в чем его сила, научить, отличать иллюзию от реальности, и тем самым как-то вот зарядить его энергией и пустить в свободное плавание, да, то есть тем самым передать все необходимые знания и пустить в свое свободное плавание. И дальше человек уже раскроется, да, и самостоятельно как-то адаптируется в этом мире. Вот здесь у меня какая-то такая энергия идет. Она как будто бы с одной стороны и для вас, но здесь вот больше как будто бы мне идут люди, которые служат другим людям. Это опять-таки не обязательно, чтобы это было в профессиональной сфере, это может быть вашей будничной жизнью, да, то есть это как ваш характер, да, ваше умение, знание как ваш характер. Кому-то просто поддержать, кому-то сказать доброе слово, кому-то просто улыбнуться, то есть это не обязательно в контексте профессии, но если все-таки в профессии есть, то вот здесь вот прям четко изображена ваша линия продвижения, да, что вот это ваш, ваш вектор, ваше направление. Такая у меня была первая позиция. Так, мы с вами идем в позицию номер два, красненькому камешку двоечки. Что вам нужно знать, уметь, чтобы адаптироваться в наше время. Так, с чем у нас здесь связана четверка пентаклей, четверка бубнов? Ага, понятно. Не бояться, да, не бояться отпускать. Отпускать то, что вы уже умеете, знаете, не держаться. То есть здесь то, за что вы держитесь, здесь вот прям это очень-очень большой страх. Вам нужно здесь как будто бы понять, что всегда есть некая такая рука помощи, да, но человек, сидящий спиной к ней в каких-то кризисных ситуациях, да, не видит ее. И у него такое ощущение, что вот он как будто бы связан по рукам, по ногам. Если вы посмотрите, да, как будто бы очень схожая поза этого человека и этого человека. А здесь он держится вот за какие-то вот такие светящиеся бубны. Но при этом, если мы посмотрим, у нас здесь есть арка, да, как некий такой портал, переход. И на заднем плане изображены аналогичные небоскребы, да, то есть в современной такой трактовке, то есть условно говоря, что это человек, который проживал в прошлом какие-то былые успехи, удачи, да, возможно, он был богат как духовно, так и материально. И сейчас он как будто бы старается удержать вот эти вот воспоминания былых побед, вот. Почему? Потому что он боится, что не будет помощи, да, то есть если я сам о себе не позабочусь, никто обо мне заботиться не будет. И вообще я живу в том мире, в котором, ну, забота, в том числе и мира, да, не людей, а мира, она не присуща. То есть здесь человек, который постоянно полагается исключительно на себя. Здесь вот вам говорится, что вам нужно знать и уметь, да, чтобы адаптироваться. Вам нужно как раз-таки изменить вот эту вот позицию. С одной стороны, держаться, вообще держаться за что-либо, да, то есть иметь такой более легкий подход к жизни, да. Как я люблю говорить, Бог дал бы, взял. Не бояться, не бояться, а что-либо потерять, потому что, по сути, нам, в принципе, ничего и не принадлежит. А если когда-то что-то мы имели в прошлом, то у нас уже есть этот навык, да, создания. И опираясь на эти знания, вы сможете заново создать то, что вам необходимо. Но по жизни нужно двигаться налегке и верить, верить в то, что всегда найдется человек, либо дух в виде, либо через человека, который протянет вам руку. Но вам нужно к этой руке повернуться, да. То есть вот здесь такое ощущение, что вы как будто бы отвернуты, да, то есть из-за того, что вы полагаетесь исключительно на себя, вы отвернуты всегда от какой-то помощи. Вы ее не замечаете, потому что, смотрите, голова опущена внутрь, ну, вниз. То есть человек, обращая свой взгляд внутрь себя, внутри него этой помощи нету. И он, то есть он в нее не верит. Если он ее не верит, то он ее и не замечает. Где бы она ни находилась, да, на каком-либо аркане, он ее не увидит. Поэтому вам нужно научиться, да, быть более открытым, быть более доверчивым. Здесь кто-то, я помню, да, что у нас двойки как раз-таки такие, но могут сказать, так я и так открытый и доверчивый, но о чем ты тут говоришь? В том-то и дело, что на словах, возможно, вы открыты, но вот где-то на уровне бессознательного присутствует вот этот страх, да, либо ощущение ожидания какого-то подвоха, что вот, допустим, мне жизнь моя показала, что да, когда-то я был доверчивым человеком, когда-то я был наивным, когда-то я был открытым, но это не привело меня ни к чему хорошему, и теперь я полагаюсь только на себя. И здесь речь идет о том, что вы уходите от одной крайности наивности, да, к крайности закрытости. То есть, а вам нужно найти золотую середину. Золотая середина говорит о том, что да, присутствует мудрость, связанная с чем? Надо понимать, кому доверять, когда, как. Да, то есть не быть именно наивным, потому что именно наивность, она и привела вас к некой такой вот жадности, замкнутости. Хорошо, смотрим на метафорических картах, что вам нужно знать и уметь, да, чтобы адаптироваться в наше время. Я говорила, да, о прошлом опыте, да, здесь вот краски. Женщина обуздала, как будто, вы знаете, свою вот эту вот мужскую энергию и превратилась в амазонку, да, такую главенствующую, да, что раньше я была женщина мягкая, а теперь, наоборот, я стала такая воинственная и амазонка, и вот какие-то свои мужские вот эти вот качества в плане активности, да, я держу в узде. Здесь вам вот ощущение такое, что вот вы, как будто вы не можете найти баланс между двух энергий, между энергией пассивности и активности. Смотрите, как интересно, да, опять лошадь у нас здесь появляется, да, этот мужчина, то есть... Ассоциация некой такой силы, мощи. Вот здесь чувство, что вы как будто бы, нам как будто бы, знаете, здесь предысторию показывают, то есть что было, да, до того, как женщина связала этого мужчину, да, этот мужчина, он был здесь, так скажем, не то чтобы на коне, а был такой статный, мощный, энергетически заряженный человек, то есть здесь у него было очень много живой силы, природной силы. И вот нам показано здесь то, что вы как будто бы вот эту свою силу сковали, вы ее связываете, вы как будто бы не даете, не выпускаете, не разрешаете себе, знаете, вот жить на полную мощь. Все время есть какой-то вот контроль этой силы. Почему, мне хочется спросить, конечно, не в тему расклада. Почему? Почему? Возможно, здесь, знаете, просто не реализовались ваши какие-то детские мечты, и вы как будто бы, знаете, себе сказали, ну, если нет, то нет, да, и все, и я и мечтать об этом перестаю. То есть я, ну, не буду ничего делать в этом направлении. Здесь такое чувство, знаете, человека, хоть мужские, да, здесь мужское изображение, у меня все равно здесь идет энергия женщины, да, которые, вот, не знаю, смотрите, здесь этот дракон, и на нем изображен, значит, там деревья здания, и в конечном итоге, да, вот этот вот царь, или как он там правильно называется, да, и мальчик на него смотрит с каким-то восхищением, и это все как окаменелая такая замерзшая, замерзшая статуя, то есть, и опять-таки дракон, это тоже про силу. Вы как будто бы чем-то как-то восхищались, а потом в этом разочаровались, и тем самым сковали свои силы, и поэтому, отвечая на то, что надо знать, уметь, здесь вам нужно заново пробудить свою, как будто бы силу, заново пробудить свою, не знаю, энергию. То есть вам нужно понять, что вы уже не маленький ребенок, да, который ранее не мог управлять ей. Может быть, вы как-то испугались своей мощи, своей внутренней вот этой силой, и как-то сами ее сковали, она замерзла, вы перестали ей уделять внимание, перестали уделять ей, подкармливать ее своей энергией, и она как будто бы заснула. Здесь вот ощущение того, что вам нужно вот именно весной как-то пробудить, пробудить эту энергию. Она вам нужна. Вот этой вот энергии вам здесь как раз-таки и не хватает. То, что вот я говорила ранее, да, вы полагаетесь на себя, но вот если бы вы пробудили вот эту внутреннюю силу свою и не полагались, вот эта внутренняя сила, она и выражается в виде вот этого духа, который вам помогает. То есть это была бы какая-то дополнительная защита, дополнительная подсказка от мира. Здесь вы как будто бы какой-то навык свой, какую-то способность заморозили. Так. Ой, так красиво свет был. Блин, мне так нравится. Ну, запомни, сколько же времени, чтобы это время делать, чтобы свет был такой красивый. Смотрим теперь на женской колоде, да, что вам нужно знать и уметь, чтобы адаптироваться в наше время. Вот, знаете, вот видите, опять-таки, молодой человек с крыльями, да, он как будто бы поддерживает вот эту девушку, и у нее такое лицо достаточно вдохновенное. То есть здесь как будто бы вам надо действительно поверить. Вот поверить в себя вам нужно, в свои вот эти силы. Пролить свет, пролить свет на что-то из прошлого. Смотрите, здесь мы видим чулан, да, здесь мы видим тоже прошлое вот это вот время, да, драконы, которые замерзшие. Здесь мы видим чулан. В чулане всегда хранятся какие-то наши прошлые воспоминания. Детская игрушка, там, лыжи, возможно, когда-то человек зимой ходил, колесо, как обычно было от велосипеда, да, на всякий случай, запасное. Газеты когда-то в какое-то время сдавали макулатуру, да, сейчас вот в принципе, да, условно говоря, такого нету, завязано. То есть очень много-много воспоминаний. При этом дверь открыта, да, свет пролит. То есть ты можешь любое время зайти вот в эту часть себя, своего бессознательного и взять все, что тебе необходимо. То есть все, что когда-то было забыто. Вот вам нужно научиться как-то возвращаться в прошлое не за опытом, вам не опыт нужен, а вот в этом прошлом мы оставили свою силу, которая связана с верой в себя. Вот вам нужно как будто бы вот это, это вера в себя. Видите, какая красивая картинка, воспоминания, да, когда какой-то день, возможно, выходной, да, и мама готовит, и вот здесь ребенок ей помогает. Такой уют, приятные цвета, розовые, голубые, пастельные, которые создают вот эту вот атмосферу доверия. И птицы, которые вылетают в открытое окно. Смотрите, здесь у нас открыто, и здесь у нас открыто, и арка, по сути, она у нас тоже открыта, здесь нет закрытой двери. То есть, по сути, у вас все открыто, и все говорят о том, что нужно высвободить, да, то есть разрешить себе высвободить вот эту силу. Я не знаю, о какой силе здесь говорится речь, я вам буду благодарна, если вы мне напишите в комментариях, да, у кого какие способности, о какой силе здесь речь идет, который вот прям нуждается, но однозначно, это вот каким-то образом связано с вашей верой. Потому что здесь идет речь о какой-то светлой стороне вашего характера. Прям вот если бы выпал аркан звезды, да, я бы сказала, что здесь вот прям как раз про воодушевление, про какое-то вдохновление, про то, когда у нас идет связь вот с нашим высшим я, когда вот мы наполнены, есть желание как-то двигаться вперед. То есть вот об этом, вот об этом каком-то ресурсе здесь речь идет. Вот это вам необходимо для того, чтобы адаптироваться в наше время. Вот эта картинка, это или кроме. Так, это у нас была вторая позиция, двоечки, и мы с вами переходим к позиции номер три, зелененькому камешку, троечке. Смотрим, что вам надо знать и уметь, чтобы адаптироваться в наше время. Что вам нужно знать и уметь. Знать, как постоянно двигаться в какое-то новое. То есть, во-первых, нужно научиться подниматься над этими домами, то есть смотреть на картину свысока, для того, чтобы увидеть ее целиком. То есть, вам нужно научиться с одной стороны поднимать как-то свои вибрации, причем здесь чайки, изображены чайки, это всегда отсылка к душе. Как правило, душа всегда изображает в виде чайки. Полет. То есть, вам нужно подняться до уровня вашей души. То есть, вам нужно научиться поднимать свои энергии. и вот на этой волне двигаться вперед. Это то, что вам надо знать. А что нужно, то есть, как это делать, вам необходимы эти знания. Они вам каким-то образом будут помогать в жизни. Видимо, видеть картину целиком, либо как находить выход из какой-то ситуации сложной. А то, что вам нужно уметь, здесь у нас идет рыцарь кристаллов, то есть, мы видим девушку, которая оседлала дельфина и погружается в воды. То есть, здесь вам нужно уметь погружаться в свое эмоциональное состояние, либо в эмоциональное состояние других людей. То есть, не бояться нырять на углу мину, не бояться нырять в какой-то новый опыт. Причем, опыт должен быть эмоциональный. Здесь речь идет про эмоции. Здесь не идет речь о каких-то новых знаниях. То есть, не бояться. Не бояться идти за своим дельфин. Душой не бояться идти за в каком-то потоке. Знаете, словили какую-то волну, вот прям идти на гребне этой волны плыть. Так, давайте я попробую уточнить с метафорическими картами, потому что сегодня очень хорошо метафорические карты уточняют, то, что мы тут говорим. Что же вам надо знать? Что же вам нужно знать, троечки? Уточни, вот эту шестерку луков. Что вам нужно знать? что в принципе вы как будто бы, знаете, управляете своей жизнью. У меня такое ощущение, что здесь нужно быть очень внимательной к своему физическому телу. О чем здесь речь идет? О том, что не переусердствуйте, потому что мне в глаза бросается не просто человек, который управляет этим роботом, а именно его сломанная левая рука. сломанная левая рука, руки нам всегда нужны для того, чтобы обнять, допустим, человека, то есть принять какую-то энергию, информацию, либо с помощью рук мы что-то делаем, что-то создаем, творение, то есть умение руки ассоциируется с принятием либо умение взаимодействия творения, создания чего-либо. Поскольку это левая рука, она у нас управляется как и краски правым полушариям, которые ответственны за бессознательное. Именно поэтому здесь у нас как раз-таки шестерка луков говорила о состоянии души, то есть бессознательное это наша душа. И здесь речь идет о том, что наше бессознательное, оно управляет нашим телом, поэтому она как робот, это некая такая машина, какую команду ей даешь, так она и будет поступать. Но здесь по каким-то причинам рука это сломанное, то есть взаимодействие, управление своим телом, то есть вы как будто бы не можете наладить вот этот контакт между своим бессознательным и своим телом, чтобы оно управляло им. Хочу сказать, почему? Почему? Вот вам и ответ, почему. Потому что голубь, голубь тоже второго, он как состояние души тоже изображен в классике в Тузе Кубков. Состояние души, чистоты, здесь мы видим у человека, он сделан из каких-то пазлов, и этих пазлов не хватает. То есть душа нецелостная. Вы как будто бы не обрели эту целостность в себе. Вы ее есть утраты этих пазлов, то есть возможно в какие-то этапы вашей жизни они были болезненные, и вот вы каждый раз утрачивали часть своей души. Здесь вот об этом. И здесь речь идет то, что вам нужно научиться собирать себя, то есть не терять свои, хочется сказать, осколки души. Не знаю, почему, но вот здесь речь идет об этом. То есть для того, чтобы уметь адаптироваться в наше время, вам нужны очень высокие вибрации для того, чтобы вы смогли посмотреть на всю картинку целиком. Но для высоких вибраций вам нужна целостность. Здесь не идет речь об энергии силе, как было во второй позиции. А здесь вам не хватает целостности, то есть соединения вашей души и вашего тела. Но первично именно вашей души. То есть вот здесь каких-то пазлов вам не хватает, что-то вы тут утратили. не знаю, вы как будто бы обороняетесь либо ожидаете некий такой подвох, что что-то такое будет неприятное очень. Может быть это связано каким-то образом с прошлым, что как-то вам делали больно, потому что здесь смотрите мальчик, хоть у него деревянный меч за спиной, но он как будто бы находится в позиции защиты, то есть готовности. Я за спиной держу что-то, что-то скрываю, не знаю, может быть скрываете какие-то свои решения, которые хотели принять, либо приняли и об этом не говорите, либо какая-то готовность все время себя защищать. Здесь вот туда у вас уходит эта энергия, там утрачены ваши осколки. Я сейчас говорю, а вы энергетически почувствуете, вы поймете о своей ситуации, каждый из вас. Вот оттуда нужно ее вернуть. Это поможет исцелиться вам в вашей руке. Это то, что мы говорили, например, про шестерку луков, что вам нужно знать. А чему вам нужно научиться? То, что я говорила, погружаться как раз таки. Причем, смотрите, как интересно. В колоде знать я взяла мужскую. То есть активная часть знания, это всегда про активность, это всегда про действие. А вот именно про умения у нас здесь пошла женская колода, именно наша бессознательная. Хорошо, мы говорили о том, что вам нужно научиться погружаться, погружаться в свои эмоции, в свои какие-то состояния, в опыт, именно эмоциональную, чувственную сторону вопроса. вот что вам нужно уметь. Мы взяли женскую колоду, которая говорит о том, что вот вам нужно научиться выходить, выходить из своего собственного заточения. Во-первых, вам необходимо, особенно если вы женщина, вам необходима парность, вам необходима любовь, вам необходима защита, по крайней мере, вот это состояние. когда вы, вот видите здесь девушка и парень, девушка смотрит наверх, как будто бы просит о помощи, а парень сам поднимается, то есть здесь чувство, знаете, как будто бы ваш маленький ребенок кричит, кричит, нуждается в какой-то помощи, чтобы его вытащили из какого-то ограниченного состояния, я не знаю, площадь, местности какой-то, да, вот, а его не слышат, то есть здесь вам высвобождение какое-то необходимо, поэтому речь идет о том, что вам нужно для того, чтобы погружаться вот в эти эмоции, не бояться, да, потому что это даст вам какую-то именно свободу, то есть вы велика вероятность здесь какие-то свои состояния, вы их игнорируете, то есть в большей степени у вас здесь мужская часть превалирует, энергетически, да, то есть вам проще как-то что-то решать, как-то договариваться, взаимодействовать в активном аспекте, а вот эта вот пассивность, чувственность, она вам немножко чужда, вам это не знакомо, смотрите, два аркана, две карты вытащила, что здесь девочка нуждается в помощи, что здесь, причем здесь маленький ребенок, а здесь женщина, скорее всего мама, и она протягивает к ней левую руку, смотрите, что здесь левая рука была, что здесь левая рука, бессознательная, то есть человек бессознательно как будто бы нуждается в какой-то помощи, для того, чтобы вам адаптироваться в наше время, вам нужно исцелить вот эту вот часть себя, что здесь за часть просит помощи, какая часть вас просит помощи, вот это вот часть и просит, воинственная такая леди, знаете, вот у нее такой контакт прямой с этим парнем, она смотрит ему прям в глаза, как будто бы она, знаете, говорит, ты со мной или нет, такое ощущение, что у них нету, то есть они не между собой борются, а здесь как будто бы вот эта вот женская энергия, она, вот я говорила, да, душа и тело просят слияния, вот здесь вот как будто бы вот это должно исцелиться, вы должны соединить вот эти вот две энергии внутри себя, здесь с одной стороны женские энергии, да, вот энергия пассивности, но она какая-то видоизмененная, да, как ГМО, какая-то генетически измененная женская энергия, то есть сто процентов ее женской не назовешь, но и в то же время скажешь, что она не является женщиной, нет, а мужская при этом, она вроде бы мужская, но ей не хватает больше мужественности, больше уверенности, здесь какие-то вот подмены в энергиях, но однозначно слияния не хватает, потому что она как будто бы его вызывает на то, чтобы они пошли вместе, чтобы было вот это вот слияние, и здесь мы видим старую, да, женщину, седовласую, которая вот как-то крылья старается, крылья старается шить, да, вот у меня такое чувство, что вот пока вы не исцелите свою какую-то травму бессознательную, именно связанную с женской частью, то есть вы как будто бы пока не реанимируете вот эту женскую энергию, вы, ну вам сложно будет адаптироваться в наше время, то есть с мужской вроде бы да, но опять-таки здесь как будто бы знаете подмена понятий, подмена понятий, нету четкого разограничения энергий, я не говорю о том, что понимание, да, кто есть мужчина, кто есть женщина, здесь не про это, а здесь про энергии, какая энергия активная, какая энергия пассивная, какая дающая, какая принимающая, здесь как будто бы все настолько все перемешалось, что и перемешалось, знаете почему потому что нету четких разграничений потому что она как будто бы компенсаторика здесь срабатывала то есть например из-за того что допустим слабая мужская энергия активная да не хватает вот храбрости не хватает мужественности ответственности у нас получается что и женская энергия которая должна находиться в пассивности и в принятии она компенсировала вот недостаток вот этой мужественности и тем самым пассивная энергия она стала такая знаете стойка должна быть мягкая она должна быть гибкая она стала такой знаете вот мощью то есть вот я не знаю как это мне идут вот какие-то фильмы ужасов которых идет вот это генетические какие-то изменения там животных да то есть белка и она вдруг превратилась какого-то гиганта да который поедает людей то есть вот что-то такое здесь какая-то подмена понятий произошла вот вам это все нужно выровнять с этим все всем нужно вырулить но прежде чем вы пойдете вот сюда вот в эти знания вам нужно поработать с тем что вы умеете то есть погрузиться исцелиться и сделать разграничение потому что должна быть определенная такая система а сейчас данный момент у вас происходит некий такой хаос здесь как будто вы знаете энергия вроде бы все работает я не могу сказать что у вас то что вы создали да вот этот вот генетически измененной изменена вот это вот монстра что он не работает он работает но здесь как будто бы знаете все вместе и мухи и котлеты и вроде бы это как-то работает но отсутствует вот эта вот чистота да то есть это как я не знаю речка которая берет свои источники с гор и вот зимой когда весной скорее всего когда начинает таять вода вот она на своем потоке как идет да она начинает нести все и листья и палки и там камешки весь этот мусор такое ощущение что знаете хочется сказать что должны быть какие-то физические фильтры которые должны очистить эту воду для того чтобы она стала прозрачной и родниковой опять-таки если это все будет да мы не будем говорить о том что это река какая-то неполноценная потому что есть не эти камешки есть этот мусор листья там ветки либо еще что-то да может быть к бутылка пластмассовая от этого река не перестает быть рекой да но она не чистая понимаете вот я не знаю как иначе вам объяснить здесь вот об этом то есть принципе и так можно жить но можно жить качественнее об этом вот такая у меня информация была на давно я не работала с метафорическими картами вот но сегодня просто такой поток и так я благодарю вас всех за внимание хочу поздравить да я забыла сегодня же 8 марта хочу поздравить всех женщин с женским днем хоть он таким и не является до причина 8 марта в другом заключается неважно был бы повод как говорится для праздника я хочу пожелать милым прекрасным женщинам наслаждайтесь собой наслаждайтесь собой наслаждайтесь жизнью улыбайтесь радуйтесь несите позитив несите доброту красоту потому что мне кажется что вот любой в этот мир несут женщины и чем больше вы это делаете для себя в первую очередь тем больше вы преображаете свое пространство и чем больше будет нас таких светлячком который преображает свое пространство не чужое свое и больше будет светлых мест на нашей планете прощаясь с вами еще раз вам самого наилучшего желаю всем открытых светлых дорог улыбок всего самого наилучшего всем пока пока